Это песчаные дюны называются. А тут вообще есть червяки такие? Как дюни? Нет, я пошутил. Есть? Нет. Друзья, мы продолжаем наше путешествие по Турции. Сегодня мы посетим два уникальных и удивительных места, поэтому пойдите заварите чаек и погнали смотреть это видео. Приехали в одно уникальное место, здесь как в пустыне песчаные дюны, с горы спускаются к пляжу, нереально бомбический вид, нереальные сосны, тут елки какие-то растут, природа просто офигенная. Ну и соответственно дюны, 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 песок. Как в фильме дюна, знаете, сейчас хорвестеры приедут, червяки прибегут и начнется веселье. Пап, здесь дом слишком горячий. Да, много теплого здесь будет. Пап, здесь дом слишком горячий. Да, много теплого здесь будет. А песок прямо ужасный. Короче, ребят, щенячий восторг от этого места просто охеренно, нереально круто. Пляж Патара находится недалеко от Каш по пути в Фетхе. В пляже ведет вот такая замечательная дорога, деревянненькая. Сзади нас остались много древностей различных. Вообще в Патаре пока все интересно. Я бы вам хотел рекомендовать заехать обязательно в это место, если вы путешествуете по Турции. Если вы где-то сидите в отеле и не недалеко от этого места, то обязательно возьмите сюда экскурсию. Очень великолепная бомба-пушка-огонь. Нравится, но он, конечно, не тот пляж, но мне нравится все равно. Ребята, сейчас мы приехали в брошенный город, который греки оставили 70 или 80 лет назад. Здесь никто не живет. Какая-то часть уже его очень сильно разрушена, какая-то часть еще даже двери, окна остались в домах. В общем, сейчас пойдем туда, на гору, и будем осматривать всю эту местность сдалека, вот отсюда, с парковочки. Выглядит очень классно, аутентично. Как будто попал такой в древнеразрушенный город, который вот именно 100 лет назад только бросили, а не как остальные достопримечательности здесь тысячами лет уже стоят, и остался один фундамент у них. На самом деле найти вход вот по этим старым домам очень сложно. Мы уже встали в одном месте, пришли, там оказался тупик, типа торговая зона, какая-то кафешка. Сейчас вышли, прошли, опять в другое место зашли, тоже подхода нету. Вот, наконец-таки, вроде подход вырисовывается, сейчас будем подниматься туда наверх. Здесь у нас что-то из кожи продают, интересно. Ух ты, какой классный магазин, смотрите, тут сандали как там есть. А, здесь пахнет как у бабушки или у прабабушки в доме. Слушай, типа, ощущениям, когда здесь гуляешь, может быть, были в Черногории, в старом баре. Вот, ощущения такие же. Все очень похоже и по развалинам, по качеству развалин, по степени развалинности. Я вообще очень люблю такие места, заброшенные. Прям медом не корми, дай полазить. Наверное, это осталось в детстве еще. Да! И вот мы, наконец, нашли тропу, лестницу, которая позволит нам забраться на гору вон туда. И вот мы, наконец, нашли тропу. И вот мы, наконец, нашли тропу. в общем погуляли поснимали сейчас идем обратно к машине и поедем уже в сторону дачи это мимо мармариса есть такой город дача и полуостров одноименный и там проведем еще пару дней расскажу вам про дачу потом